Как выглядел первый инкассаторский транспорт? Чего нельзя было делать женщинам-служащим на работе? Как спасали деньги в годы Великой Отечественной войны? Об этом и другом узнали гости Дня открытых дверей в Рязанском отделении Центрального банка России. Мероприятие посетили более двух тысяч человек. Мы становимся открытыми, мы стараемся обучать людей финансовой грамотности, не попадаться в руки мошенников и просто, чтобы было интересно семьями сюда прийти. Много активности для детей, много для взрослых. Надеюсь, всем очень понравится. Мероприятие очень разнообразное. Для ценителей точности организаторы подготовили познавательные мастер-классы, викторины и лекции. Например, об истории Скопинской финансовой пирамиды, которая появилась на Рязанской земле в XIX веке. А некоторые экспонаты можно было не только увидеть, но и потрогать руками и даже побывать внутри. Больше всего заинтересовало ограбление, которое было инсценировано работниками банка, волонтерами и полицией. Это было эффектно. И потом, когда я посетил машину инкассаторскую, убедился в ее прочности, в ее надежности. И мне ответили на вопросы, которые я задал. На выставке кассовой техники рязанцы узнали, как считают, проверяют и сортируют купюры. А также наглядно увидели, как менялись деньги на протяжении веков. Посетители прошли путь от домонгольских времен и до современности. Я вам так скажу, товарищи, только самоотверженным трудом, нашим с вами трудом, мы способны добиться и возврата российского рубля к золотому стандарту. Кто за? Против воздержавшихся дел. Ура, товарищи! Также гостям предложили поучаствовать в розыгрыше сувениров, продемонстрировать умение грести деньги лопатой, посоревноваться в рязанском монополии и финансовом брейн-ринге. Не обошлось и без приобретения полезных навыков. Посетители научились составлять личный финансовый план, определять подлинность банкнот и не попадаться на уловки мошенников.